Всем привет, меня зовут Юля Бандек. Добро пожаловать на мой канал. Здесь мы говорим про стиль, про эстетику повседневности, а также вы увидите иногда прекрасный Стокгольм, где я живу. И от этого я и хотела бы оттолкнуться в нашем сегодняшнем видео. Читатели моего инстаграма, которые следят за мной каждый день, видят, как я одеваюсь, как я хожу со своими детьми, что я делаю, прилетает такой комментарий, что Ну вот, Юля, ты живешь в столице Швеции, ты одеваешься так-то, а вот я живу в маленьком каком-нибудь городе, я вот так одеваться не могу. И все эти вещи, конечно, ну типа для избранных, хотя я вообще так не считаю. Так вот, я бы хотела сегодня ответить на вопрос, как бы я одевалась, если бы я жила в маленьком городе или в деревне. Притом, если вы подписаны на меня давно, вы знаете, что я говорю из собственного опыта. Я родом из эстонского города Пиарну, я там родилась, и очень много времени также я проводила в деревне близ Чудского озера практически каждое лето. Много-много времени в течение года. Одним словом, я всю детство жила на два места, так что я знаю, о чем я говорю. Ну и вот, я подумала, как бы я одевалась, если бы я не переехала в Швецию, если бы я осталась жить в Эстонии, и хочу вам показать. Кстати, если кто не понял, вам обязательно нужно подписаться на мой Инстаграм. У меня там очень классные, веселые сториз. Я там показываю своих детей, которых у меня трое, если кто не знал, трое пацанов. И в целом у меня там намного ближе контакт с аудиторией, так что приходите, всех жду. Первое, что бы я носила, если бы я жила в деревне, это биркенштоки. Самая модная обувь этого лета, между прочим, с подачей Барби. Вы смотрели Барби? Блин, не буду спойлерить, но мне прям очень понравилось. Да не то было, что я ожидала, намного прикольнее. И вот Барби снова популяризировала эту обувь, которую я ношу уже много лет. И в Стокгольме я ее ношу, и когда приезжаю в деревню, я ее ношу. Вообще просто везде. Если бы у меня была возможность оставить только одну пару обуви на лето, это бы были биркенштоки. И желательно какие-нибудь, например, с металлическим отливом. Но у меня есть разные, потому что я их как носила, ношу, так носить и буду. Следующая must-have вещь, на мой взгляд, и для деревни, и для города, и для мегаполиса, это льняной костюм. Летом в них просто шикарно. Они смотрятся очень стильно, очень расслабленно, и в то же самое время их можно подогнать под любую жизненную ситуацию летом. Так что свой льняной костюм, который у меня появился где-то в июне, я носила просто в хвост и в гриву и в Стокгольме, и в Тихотке, так называется наша деревня. Это для меня просто вещь лета 2023. В одном из прошлых видео, кажется, вот в этом, мы с вами говорили про черный лен и про то, как я к нему отношусь, и что стоит ли, не стоит ли. Мне кажется, что черный лен – это симбиоз двух миров. Это достаточно расслаблено, мягко и непритязательно, чтобы выглядеть уместно в любом городе. И в то же самое время за счет элегантного черного цвета вещи из черного льна можно носить на выход в любой из центральных ресторанов Стокгольма. И поэтому, если вы все-таки сомневаетесь, подойдет ли мятая льняная рубашка на большой город, так же хорошо, как она подходит на деревню, то обратите внимание на черный лен. Еще, если бы я жила в деревне, давайте я буду просто говорить в деревне, ну или в маленьком городе, не то чтобы это одно и то же для меня, нет, просто длинно говорить в деревне или в маленьком городе, в деревне. Я бы носила штаны карго. Я тут себе купила штаны, которые даже не карго, они назывались Carpenter Pants, штаны плотника. Это реально просто отсылка в мое детство, потому что мой папа строитель, и я такие штаны наблюдала просто всю жизнь. И вот они мне очень полюбились, я их с удовольствием таскала в деревне. Также я ходила в них очень много в городе, у них какое-то потрясающее свойство убирать 2, а то и 5 килограмм веса. Бывает такое, когда очень удачный крой брюк. Плюс это даже не только штаны, это костюм, так что вот я носила его еще с такой полурубашкой, которая мне просто супер нравится тоже. Если вы думаете, в тренде ли еще штаны карго, то так как они гремели в начале этого года и в конце прошлого, да, они еще остаются. Плюс это такая утилитарная вещь, что ей можно найти применение практически в любом гардеробе. Особенно если они не супер объемные и не с очень большим количеством таких надутых карманов. Я думаю, вы знаете, о каких я говорю. Вот мои как раз такие компактные, видно, что это карго, но не совсем. Еще в любом месте, в деревне, в городе, на Луне, где угодно летом, я бы, конечно же, носила летящие платья. Без них никуда. Мне кажется, что тут совершенно нет разницы, где ты живешь. Единственное, что, возможно, платье для большого города я бы выбирала однотонное. Это вкусовщина, сразу признаюсь. Я не очень люблю всякие цветастые платья в городском антураже. Мне больше нравится это на природе, на курорте, всякие вот мелкие цветочки, такие принты. А в городе я люблю однотонные летящие материалы. Повторяюсь, это мой вкус. У вас вкус может быть другим. Одевайтесь так, как вам нравится. Но платье это вещь на века в любом месте. И отдавайте летом предпочтение структурным платьям. То есть, те, которые немного держат форму, они всегда выглядят более стильно, как, например, вот это мое голубое. Еще бы я обязательно носила всякого вида сумки из соломы и из рафии. Когда мы добавляем в образ такую сумку, во-первых, конечно, это функционально, потому что мы можем идти с ней на пляж, кидать туда все, что можно. А во-вторых, фактура рафии и соломы для меня это просто квитэссенция лета. Я очень люблю носить соломенные сумки с плащами в городе весной, осенью, не знаю, как-то осенью меня тянет на такие более укутывающие теплые материалы. А вот весной надеть классный плащ и соломенную сумку, это для меня такой предвестник лета. И, конечно же, я бы от них не отказалась вообще ни в каком месте. Где бы я ни жила, они бы сто процентов были в моем гардеробе. Еще я бы носила кожаные косухи. Но это же просто супер вещь, которую можно надеть вечером, когда сидишь у костра, жаришь маршмеллоус или слушаешь, как кто-то поет песни под гитару, или гуляешь по деревне с подругами. Короче говоря, косуха это маст. Ну и в городе, конечно же, можно ее, например, надеть для прикольного такого контраста с атласным платьем. Да, я бы так на свидание пошла. А вот, кстати, сами атласные платья у меня не сильно бьются с деревенскими реалиями. Это что-то такое очень гламурное, элегантное. И все-таки вот именно атлас, как бы шелк, такие вот материалы, которые более маркие, более хрупкие. Для меня бы в деревне это сто процентов неуместно выглядело бы. Еще я бы носила в деревне юбки на запах, потому что в них удобно. Они очень классно холодят ноги, когда разбиваются. И, в принципе, эту вещь можно соединить с любым верхом и увести ее во что-то более парадно-выгребное. А при помощи какой-нибудь простой футболки или майки вполне себе картошку копать я бы не вышла. Но я вот бегала за своими пацанами в своей оранжевой юбке на запах просто целый месяц. И мне было просто суперудобно. И эту же юбку я вполне себе могла надеть потом тоже на какой-то выход в стугоме. Еще забыла. Резиновые сапоги. Я их как в городе ношу, так и везде бы носила. Потому что, когда такая погода, как сегодня, там просто дождь стеной за окном. Без резиновых сапог и дождевика просто никуда. Ну и, конечно же, очевидные вещи, которые просто всегда на века. Это джинсы, это расслабленные объемные рубашки, это майки-алкоголички, топики разные. Кепка, конечно, это тоже вещь must-have. Без нее я до последние лета вообще не выхожу. Мне как-то почему-то кепки стали больше нравиться, чем шляпы. Раньше я чаще шляпы носила. Чего бы я 100% не носила, если бы я жила в деревне? Это пиджаки, потому что на повседневку, представляю, иду я такая по деревне в пиджаке. Ну, не знаю, может быть, разве что, если на свадьбу какую-то. Но точно не на повседневку. Еще бы я не носила каблуки, но я их и в городе не ношу. Я бы точно, думаю, не носила бы ничего атласного. Потому что лично у меня вызывает ассоциацию с таким современным гламуром, нежели чем рустикальностью, которая отражает деревенские реалии. Ну что, все. Я очень надеюсь на вашу поддержку в этом видео. Ставьте лайки, чтобы я понимала, что вы со мной. Пишите комментарии. Обязательно делитесь с друзьями. И надо сказать, мне было тяжело сегодня снимать, потому что первое видео после большого перерыва. У меня был педный моментажер. Я запиналась больше, чем я запинаюсь обычно. И поэтому мне будет суперприятно, если вы напишите лучи поддержки, скажете, скучали ли. Чтобы я вдохновилась на быстрое и активное возобновление моих регулярных съемок. Вот. Всем спасибо огромное. И до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok